Добрый день, дорогие менеджеры! Добрый день, участники проекта «Волкстрим». Я приветствую вас на очередном вебинаре из серии «Академия менеджеров». И сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Это правильная фотосъемка или основа мобилографии. Представляете, сейчас у нас появилось даже такое целое направление. Правильные ракурсы, правильный выбор света и правильное понимание, что от нас ждут социальные сети – это залог развития и личного бренда, и бренда вашей команды, и, конечно же, отношения к вам, тех людей, которые будут за вами наблюдать. Действительно, время идет вперед, и, конечно, представляете, вы отреагируете на эту картинку, кто бы думал лет 10 назад, что мы будем на трубку телефона сами себя фотографировать. Представляете, если бы мы думали, что так будет. Действительно, нас жизнь заставляет соответствовать, нас жизнь заставляет идти вперед, и многие люди, даже покупая хорошие телефоны или получая их подарок, делают ужасные фотографии, ведут ужасные инстаграммы и не понимают, что происходит. И сегодняшний наш урок я начала с видео такого, как-то он, по-моему, называется «Гадский обзор», что ли, сейчас я даже прочитаю. «Злой эксперт», а я «Гадский обзор», «Злой эксперт». И это канал Ларина, это очень ведущий видеоблогер, у него 2 миллиона подписчиков, и он как раз разбирает, вот почему это полезно, видео я вам выложу после этого в чаты. Он разбирает, и таких, скажем так, нарезок у него несколько, вы можете посмотреть, он разбирает инстаграммы, как бы топ-10 России и топ-10, можно сказать, мира. То есть они разбирают с точки зрения, как построен инстаграм, какие фотографии, какие фильтры, что хорошо, что нехорошо. И вы просто увидите сленг молодежи, вы увидите, какой смысл они закладывают, вы услышите, так как видео это вышло недавно, вы услышите тренды, которые сегодня модно использовать в социальных сетях, потому что время тоже меняется. Если полгода назад, как бы, говорили, что там коллажи рулят, то сейчас уже, если вы выкладываете коллаж, то, как бы, считайте, что люди, которые современные вас смотрят, молодежь, они считают, что вы вышли из пещеры, да. Вот, поэтому мы сегодня поговорим о новом жанре, а мы с вами должны идти в ногу со временем, это мобилография. И мы в проекте Волкстрим очень хотим, чтобы у нас был на самом деле рост, и у нас очень много креативных людей, и вот даже по нашим чатам я вижу, что вы работаете с продукцией, у многих есть новинки, кто-то для себя, да, там, делает какие-то видео и так далее. Вот, и мне очень хочется, чтобы вы делали это креативно, с любовью, используя все секреты, скажем так, работы, да. Вот, и, как я уже сказала, что хорошая камера, да, не гарантирует хороший снимок, и все это зависит, да, как бы, от ручек, которые будут держать этот фотоаппарат, и от головы, и от глазок, да. То есть, как бы, думайте головой, смотрите глазами, немножко рассчитывайте, как бы, вперед, да, так и обладайте видением, и тогда будет вам стопроцентный успех, я гарантирую. Итак, если мы говорим о том, что мы это фотографируем для того, чтобы выкладывать в социальных сетях, то вы должны понимать, что в каждой социальной сети, да, как бы, в каждом, ну, скажем, направлении есть свои законы, есть свои какие-то ожидания. И очень часто люди, приходя из традиционных соцсетей для России, это типа там ВКонтакте и Одноклассники, они тянут это в Фейсбук, они тянут это в Инстаграм. И я сейчас хочу вас обезопасить, и, может быть, даже где-то самой скорректировать, ну, ту работу, которую мы проводим, выкладывая посты. Здесь вы заметили, что последние пару дней я перестала вести наши каналы, потому что, ну, немножко тоже пересматриваю и думаю, как это лучше сделать, потому что, проанализировав, да, сделав аудит аккаунтов, которые вы ведете, я действительно поняла, что вы делаете это безумно, не понимая, как бы, куда что можно выкладывать, а куда что нельзя выкладывать. Вы добавляете часто очень свои картинки, и вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь видите, с правой стороны, да, где стоит галочка, это то, что от нас ждут с вами в Инстаграм, это то, что от нас ждут сейчас уже, в принципе, везде, и в Одноклассниках, и в ВКонтакте. А вот что происходит, как бы, это с правой стороны, то, что видят люди, то, что люди выкладывают. И когда я говорю, что мы тянем из Одноклассников, в ВКонтакте вот эти фотки, ребят, пожалуйста, вот эти фотографии, вот, значит, что точно, абсолютно сейчас нужно убрать из своей жизни. Я вас просто умоляю, всякие рисованные картинки с зайчиками, с белочками, с какими-то мишками, а еще, если на этой открытке написано рядом текст, да, с каким-нибудь там Христовым Воскресеньем, поздравляем. Вот, вот, если вы обратите внимание, в том же Инстаграм наберете Пасха, то вы увидите, как бы, 50%, да, через хэштег, например, 50% будут выкладывать фотки в стиле Одноклассников, это вот как раз вот эти зайчики, рисованные на открытках каким-то текстом, там, хороших выходных, там, или что-нибудь еще там такое-то. Вот, а половина людей будут красиво фотографировать куличики, да, красиво будут фотографировать, там, как бы, свои какие-то, там, ну, не знаю, то, что они сделали, да, как бы, и накладывать на это фильтры, и, может быть, какие-то там делать тикеры. Хотя мне ребенок сказал, что это уже, как бы, не модно, да, вот, значит, когда мы ведем свой канал, да, то я время от времени выкладываю какие-то картинки, которые текста, да, там, там, хороший июнь, там, или еще там что-то типа такого. Вот, и почему-то я думаю, как бы, я вот это, ну, для меня это нонсенс. Если я смотрю на канал WorldStream, да, то у меня там есть определенная логика, то есть я фотография, 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 как бы, рад какая-то картинка с надписью. Когда я открываю ваши аккаунты, вы выбираете эти картинки с надписью, потому что вам они нравятся, и вам кажется, что в Инстаграм как раз нужны ваши надписи, вот, с призывами. И я открываю ваши аккаунты и вижу надпись, 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 одноклассники, 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 надпись, надпись, надпись. Пусть даже продукты, пусть даже там ваши еды, пусть чего угодно, но фотографии, да, а не просто картина. И я сейчас как бы тоже уже стала тормозить процессы, то есть думаю, уже пусть будут либо картинки красивые, чтобы люди поняли, что эта картинка, она-фотка, да, то есть это в принципе сворованная фотография чужая, которую мы выкладываем в Инстаграм. Вот тогда это ждут. Картинка – это не значит сделанная, нарисованная какая-то фигня, да, то есть вот это, пожалуйста, почистите все свои аккаунты, сделайте так, чтобы на одной, скажем так, полоске максимум была одна фотография с натурой, ну максимум. Или вы тогда выбираете стиль, помните, одно время было ВКонтакте, можно его тоже притащили вот из ВКонтакта, когда просто картинка и какая-то мысль идет, да, на этой картинке, то есть целый аккаунт, просто там мысли, 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 тогда понятно то, что как бы это аккаунт сделан в одном стиле, где все идет как бы у нас только одни фразы, 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 да. Это понятно, да, то есть как бы вот в этом плане у нас действительно Оксана на сегодняшний момент идет впереди планеты всей, да, и выкладывает. Единственное, что здесь вот поосторожнее, просто с детьми, ну я ничего не имею против, как бы просто фотографируйте больше себя, и как бы я не потому, что детей не должно быть в ленте, дети должны быть в ленте, они очень популярны, ну я бы чисто вот так из своих соображений. Вот, поэтому красивые фотографии, да, и я еще раз призываю вас, почистите, пожалуйста, свои аккаунты, уберите, вот если вы переслушаете выступление на конгрессе, да, как бы наших лидеров, вот весной был конгресс, там много было этих полезных выступлений, да, вот, и, ну да, 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 я вот про это же. Нет, я не против, как бы мне очень нравится, дети, я сама люблю Никиту выкладывать, там, и так далее, просто ну с этим аккуратнее, безумно не делайте так, чтобы в вашей жизни, да, что в принципе, знаете, как это тоже бизнес-аккаунт, и как бы соотношение детей и бизнеса должно быть как бы понятным, да, или как бы подписывайте тогда соответствующим образом. Я сейчас больше призываю вас к тому, чтобы убрали из аккаунтов фотографии, прошитые этими чужими логотипами, это сплошь и рядом, поверьте, убрать фотографии, которые вот с этими написами какими-то, даже уберите этот лучистый июнь у себя, уберите какие-то там, где действительно что-то написано. Старайтесь оставлять больше фотографий, где просто хорошая, пусть даже чужая фотка, да, фотографируйте продукцию, да, и вот, как бы, сделайте это именно, ну, как бы, от души. Следующий момент, это фотографирование экранов, это очень важно, потому что мы с вами идем сейчас на мероприятие, я здесь тоже, как бы, один про это немножко скажу, да, вот, и научитесь сами, научите своих коллег пользоваться ножницами, криншотами, как бы, разными программами, их очень много. Давайте поделимся в чате, давайте попробуем, раз у нас академий менеджеров, то менеджеры должны это учить, делать именно скриншоты с экрана, очень простые программы, я вам показывала, там, и пёрышко, и что тут не делала. И когда мне даже директора выкладывают, как бы, вот такие фотки, да, то есть, как бы, ну, хорошо здесь меняться, вот, игроки, для этого, как бы, видно, хороший был кадр, и всем хотелось, как бы, поймать именно этот ракурс, да, как бы, пальцами. Вот, но когда мне выкладывают, посмотри, я вот тут делала, размещаю заказ, а у меня тут что-то выпало, да, как бы, ну, что там можно понять? Вы понимаете, что когда вы фотографируете на телефон экран компьютера, то здесь ни качества, ни резкости, ничего вообще не видно, да, поэтому, если вы хотите фотографировать экраны, а почему я об этом говорю, потому что у нас с вами сейчас, как бы, впереди мега-мероприятие, и люди будут фотографировать экраны, на которых транслируются, транслируются слайды, да, и здесь тоже очень важно, что, как бы, как выбрать ракурс, да, вот посмотрите фотографию, которая была выложена в чате, да, это с правой стороны, где половину фотографий занимают паули, да, ну, как вы, знаете, я понимаю, что кому-то дано это от природы, а кому-то, может быть, не будет дано никогда, но я очень хочу просто обратить на это внимание, потому что это приходит с образом, когда я уже 15 лет езжу на конференции, и было такое, что я там с конференции приводила домой фотки, там фоткаю, 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 приезжаю домой, открываю, я понимаю, что мне вообще нечего выложить, думаю, господи, каким я взглядом смотрела, как я вот могла вот так фотографировать, вот, почему же мне никто не сказал, поэтому, ребят, я хочу сейчас как раз вот именно показать вам, что завтра у нас сейчас создана ситуационная группа мегафорума, у нас там уже больше 20 человек, и это ролик, как бы, я знаю, что еще не всех добавили, вот, и поэтому нас завтра будет очень много, я сейчас это видео выложу в группу мегафорума, и очень прошу, чтобы все посмотрели, но ускоренный, знаете, как хотите, как бы, ну, что вы видели, вы видите разницу, как бы, фотографии справа, как бы, да, когда половина фотографии, полы, да, и половина фотографий, там кто-то ходит, какой-то мужик, непонятно какой, и самое главное, это фотографировал человек информацию на слайде, ему хотелось это выложить в чаты, да, и вот вторая фотография, это ту, которую я обработала, да, то есть это первая фотография, я взяла в этих, которые маленькая, я взяла в чужих чатах, потом я ее уже немножко увеличила, и то после даже этого Алсу сидел и писал, ну, напишите хоть что там написано-то на слайде, ну, не видно ничего с телефона, а можете написать текстом, и вот, вы знаете, я сразу вспомнила, как я фотографирую на золотых конференциях, вот это две фотографии, которые я сделала на золотых конференциях, вот посмотрите разницу, то есть вот слева, как бы, одна фотография была сделана специально, где я сфотографировала и сцену, и экран, для того, чтобы я понимала смысл этой фотографии, что на сцене выступает Магнус Брэнстер, что я вот сейчас вижу живого Магнуса, да, и я выложу, как бы, смотрите, вот на сцене сейчас Магнус, да, это понятно, как бы, что вот в этом случае, как бы, экспозиция фотографии была заточена на то, что я хочу показать, что происходит на сцене, да, а вот вторая, как бы, фотография, она была настроена на то, что, как бы, я фотографирую именно только слайд, то есть, как бы, на экран телефона, который расположен вот таким образом, не вот так слайды фотографируем, они у нас, как бы, как альбомный лист, да, как книжный, а как альбомный. Слайды мы фотографируем только вертикально располагая телефон и увеличивая, как бы, слайд, да, то есть, на, вот так, на всю поверхность, да, как бы, экрана телефона. Это понятно, да, то есть, я надеюсь, что, как бы, все это понимают. И дальше еще один очень важный момент, когда мы с вами делаем такие фотографии, то есть такое понимание, как, ну, вот экран, да, телефона будет бить свет. Я сегодня много буду об этом вообще говорить, как бы, да, о том, когда идет камера, свет в камеру, да, и если мы говорим об освещении, об освещении, то вообще на это стоит обратить внимание. Почему, как бы, я именно сказала, что когда фоткаешь слайды, потому что, когда вы фотографируете слайд, да, как бы, с экрана, ну, на мега мероприятия, то вы просто попробуйте, это просто хитрость. Я сегодня много вам раз это буду показывать. Хитрость куда-то кнуть пальцем, то есть, как бы, палец, это ваша экспозиция. И когда у вас есть на экране объект, а он еще и светящийся, да, вот сейчас освещение, освещение может быть вот такое, да, вы здесь вот посмотрите, там, солнышко в спину, солнышко в глаза и так далее, вот. Но, когда мы снимаем компьютер, когда мы снимаем слайды с мероприятия, это то же, что освещение есть. И когда мы держим экран телефона, и нам, как бы, светящийся слайд с мероприятия, как бы, светит в экран, то пальчиком мы можем регулировать, что мы хотим выделить. Если вы пальцем коснетесь светящегося экрана, это будет один вид фотографии, да, вот. А, как бы, если вы пальчиком ткнете не на светящийся экран, а на то, что происходит рядышком на сцене, да, то есть, как бы, вот, вы крупно сделали, у вас будет крупно этот слайд, да, на экране, а вот здесь вот чуть-чуть, как бы, есть место, да, вот. И вы на это место ткните пальцем, тогда экран, вот этот, встречающийся, он у вас будет более редкий, вы увидите, что он прям поменяется на глазах у вас, да, то есть, как бы, я про это вам еще чуть-чуть тоже сейчас покажу, варианты. Итак, смотрите, слишком яркий боковой свет, как бы, да, вы видите, какие ужасные получаются фотографии. Вот, ой, давайте я тогда встану, чтобы мне свет светил в лицо и сделаю фотографию, да, и полфотографии будет у нас, как бы, тень, да, если я встану, чтобы солнышко сзади было, тогда оно мне блики дает на лице, да, то есть, как бы, вот хороший свет, это когда рассеянный свет, и вот даже, смотрите, как бы, вот по разбору здесь коснется даже и вот вебинар, например, да, что можно просто освещать себя в лицо, можно освещать внизу, а можно повернуть лампочку, чтобы она была рядом, да, вот когда я выступаю, вы видите, у меня какой ровный свет на вебинаре, я не свечу себе в лицо, как бы, да, потому что будут тени, будет вот так, если светишь, полнится светлая, полнится темная. Я просто беру лампочку, разворачиваю ее вот так наверх, да, и лампочка рассеивает свет надо мной и тем самым освещает меня ровно, да, вот, поэтому тоже вот по свету просто поиграйте, если вы чувствуете, что вы не бездумно фотографируете эти дурацкие, как бы, фотографии, да, и потом вам нечего взять. И вот посмотрите, я буду сегодня много примеров делать, как бы, девушке дала, это, это, девушке дала фотоаппарат, ну, это, телефон, и говорила, «Сфотографируйте нас, пожалуйста». Ребят, ну, вот, на мой взгляд, я эту, я хорошо, что я просто случайно оставила эту фотографию, когда она мне ее дала, и говорю, «Ой, спасибо большое». Ну, я просто поняла, что человек, как бы, хотел уже прямо ее обругать, вот, ну, как бы, я говорю, это же надо так фотографировать, как бы, ну, то есть я все фотки удалила, она меня стояла, стояла фоткала и так, и так, и так, и так, и вы видите, что эта фотография ужасная. То есть она фотографировала машину Ари Флейм, она не фотографировала нас, Никиты. То есть вы видите, что лица темные. Почему это произошло? Да потому что свет бил в экран. Что нужно было сделать? Вот как вы считаете, как бы, почему вот эти фотографии? Вы видите, что меня нету, лица моего нет, вообще ничего нету. Вот, и, как бы, я эту фотографию так никуда не разместила, я их все постирала, поудаляла, потому что это ужасные фотографии, такие фотографии нельзя, как бы, размещать, ни в какие соцсети. Да? Нету лица. Почему? То есть что нужно было сделать этой девушке? Можно было не вот так фотографировать, когда экран, как бы, делать, а можно немножко было приподнять фотоаппарат и наклонить его, то есть чтобы прямого цвета, как бы, телефон не было. То есть чуть-чуть вот так наклонить его, да, как бы, вот так сверху посмотреть. Она могла не напрямую, как бы, вот так опять идти, а отойти вот так в сторону и сфотографировать вот таким вот образом, пусть это будет, как бы, в ракурсе, но не будет прямого попадания света из окна, как бы, в экран телефона, да, то есть, как бы, вот такие вот, ну, вот так люди фотографируют, и они считают, что это здорово. Вот еще один пример. Пожалуйста, сфотографируй меня, да. Вот вы видите, что то же самое, как бы, вот такая же ерунда. То есть это еще, вот знаете, на слайде смотрится более-менее. Но я вам хочу сказать, что в соцсетях, если я бы выложила вот эту фотографию, да, здесь она увеличенная, как бы, все понятно. Вот, а в соцсетях вот эти вот поллиста, как бы, они смотрятся, как будто у вас действительно поллиста нет. То есть поверьте, пожалуйста, на поло, да. Вот, то есть вы, как бы, сейчас отреагируете. Всем понятно роль света, то есть вот тебе боковой свет. У человека мало того, что поллиста, как бы, ярко выделяются сразу морщины на лице, да. Вот, то есть лицо заваленное. И вот просто чуть-чуть поменяли. И не стесняйтесь, как бы, если вы, вот, наберите, да, я же тоже не знаю, какой там свет. Вот там он меня сфотографировал, парень, стоял такой, старался, как бы, да. Вот, я беру фотоаппарат и говорю, ой, слушай, мне не нравится, а можешь вот туда встать, как бы, и вот с той стороны. Ой, что ты, он нормальный, как бы, нет, вот тебе нормально, а мне ненормально. Фотографируй у меня по-другому. То есть вы сейчас, когда поедете на Мегу, когда будете устраивать групповые фотографии, вы знаете еще, как бы, почему я эту тему завела? Вот у нас была недавно встреча в ресторане, и люди потом стали делиться своими фотографиями. Слушайте, ну, я просто думаю, ну, о чем вот люди думают, когда они такие фотографии выкладывают, да, то есть, как бы, ой, давайте делиться. Вот, на одной фотографии чья-то рука вот так, то есть фотографии вот так вот рука. На другой фотографии, как бы, сфоткан человек, но тут же стоит другой человек, развернутый спиной, у него там торчит, как бы, что-то там из-под этого, да, ну, вроде бы, как сфоткали меня там, но рядом непонятный человек, то есть, ну, ребят, рапорты, это тоже все влияет. И обращайте на это внимание. Если плохая фотография, то либо переделывайте, либо сразу удаляйте. Хорошая фотография, вот, да, то есть, хорошая фотография, здорово. Вот даже при фотографировании продукции, даже при фотографировании просто стоячих объектов, да, свет, который падает на эти объекты, тоже очень важен. Потому что, опять же, вижу, что сейчас многие стали фотографировать свои заказы и так далее. То же самое, свет направляется от спины, то есть, как бы, либо растиивайте, когда фотографируете, либо он должен быть у вас за спиной. И чтобы вы понимали, как фотографировалась эта фото, то фотографировалась она вот так. То есть, вы видите, что, как бы, панорамные окна находились за спиной, да, объекта. Фотографировалось это немножко сверху для того, чтобы попали все, как бы, в ракурс. И тоже, пожалуйста, как бы, качественная фотография, потому что, как бы, не использовался зум. Что это значит зум? То есть, как бы, давайте я сейчас отойду и буду вот так пальцами раздвигать. То есть, пожалуйста, забудьте, прям себе даже можно записать, забудьте о зуме. Вот, я не знаю, я там, по-моему, есть, что это, будут эти слайды, да. Вот зум – это что значит? То есть, лучше приблизиться к человеку, подойти и сфотографировать. Лучше отойти подальше и сфотографировать. Лучше сделать макросъемку, вот так вот поднести прям телефон близко-близко и сфотографировать, чем вы будете вот так раздвигать пальцами. Раздвигать пальцами можно только для того, чтобы рассмотреть, а что там такое я делала, да, что это за фотка. Вот, когда вы зумом пользуетесь и раздвигаете пальцами при съемках, то это сразу вы увеличиваете пиксели. И когда будет фотография, она будет вот такая у вас, как снег, то есть зумом для фотографирования не пользуемся. Еще один мой опыт фотографирования и игра с ответом. Вот видите, тот же самый. Ой, сейчас я вам сфоткаю мой номер, да, как бы и пришлю. Вот, ну я же зашла в номер, вот у меня окно какое красивое, как бы, да. Я сейчас сфоткаю, что у меня панорамные окна и кровати. Ну, здорово, ну, как бы фотка, вот, почувствуете, что разное качество совсем, да, то есть, ну, как бы, да, вот, когда цвет идет правильный, пусть вы не увидите панорамные окна. Вы можете просто написать, как бы, что, а когда я зашла, увидела панорамные окна, да, когда я в своем номере, как бы, увидела это, какая компания молодец и как все здорово. Еще что я заметила, ребята, это, конечно, вообще бомба. Это то, что люди забывают протирать свои телефоны. Сколько я напортила фотографий, как бы, на конференциях вот из-за этого. А мы с вами пользуемся тональными основами. Мы тут же разговариваем, мы один раз приложили к уху, да. Мы пока в транспорте доехали, пальцы жирные, сейчас еще и жарко, как бы, да, как бы сделали там что-то и начали фотографировать. И на самом деле разница настолько велика, да, то есть, причем и когда селфи делаете, либо тряпочку, либо просто вот взяли, как бы, сейчас подожди, вы не представляете, какая разница. Вот посмотрите, это обе фотографии сделаны мной в одну и ту же секунду. То есть, я сфотографировала, поняла, как бы, что что-то в тумане, что-то такая фотография Г, как бы, да. Вот. Я просто протерла камеру и, как бы, сфотографировала все то же самое, только чистой камеры. И когда я вижу красивые фотографии, люди выкладывают продукцию там на листочках, на камушках там, еще там где-то, и все это не в редкости, и все это с жирной камерой, вы понимаете, что, ну, как бы, вот молодежь, они правда ржут. Они прямо вот видят эту фото, говорят, какой кошмар. Напишите этой девушке, чтобы она камеру протерла. То есть, народ сразу понимает, что человек старался, делал экспозиции, как бы, сфотографировал все. Мало того, что со светом ничего не понятно, как бы, да плюс еще и с жирным аппаратом это все сделано. Вот. Поэтому вот я сама попадаюсь. Это же я не ваши, как бы, косяки показываю. Я вам показываю свои. Просто вот хорошо, что я понимала, что у нас будет с вами эта тема, и я ее буду, как бы, прокачивать из себя, в том числе, как бы, показывая свои ошибки. Поэтому вот постоянно протирайте камеру, особенно на мега-мероприятии. Постоянно протирайте, да. Вот. Вспышки. Могу сразу сказать, что, как бы, вообще лучше вспышку отключить. То есть, как бы, если она у вас в автоматическом режиме, вообще вспышкой не надо пользоваться, да. То есть, и она не нужна вам, как бы, это точно. Вот. Еще один пример селфи, да. То есть, я тут прям, ну, как бы, как попадала, так и делала. Вот. Пример селфи. Очень хорошая, качественная фотография. Отгадайтесь трех раз, кто на этой фотографии изображен, да. Это основатель проекта Wallstream. Очень познавательная и классная фотка с точки зрения, как бы, да, вот, качества съемки. Вот. Да-да-да. Вот. Ну, иногда хочется такие фотографии просто потому, что приколоться, да. То есть, в зависимости от того, что вы хотите этим фотографиям показать. Вот еще раз, как бы, про Zoom, да. То есть, увеличение, я уже это сказала, как бы, мы это с вами не используем. Вот дошли мы с вами до, как бы, свечения экранов, да. Уже немножко про это сказала. Вы видите, да, что, вот, вчера Никита, когда я его позвала, говорю, Никита, ну-ка, давай мне там, это, ликбет, посмотри мою презентацию и попозорь меня немножко. Скажи, что я не сказала и, как бы, убери, что я не, добавь, что я не вставила. Вот. И он прям тут же делает фотку и говорит, вот это ваши арифлеймщики так фоткаются на мероприятиях. То есть, светит экран, да, как бы, вот я сделала селфи и, как бы, в результате ничего не видно, да. Или вот просто, как бы, все темно и что нужно. То есть, если даже вы такой, как бы, вот так вы держите экран, а у вас сзади светится что-то, попробуйте просто пальцы, да, на своем лице, как бы, то есть, чтобы ваш телефон перераспределил вот этот вот, как это называется, фокус, да. То есть, вот, когда мы делаем вот это селфи, а сзади у нас висящийся экран, то, конечно, телефон что выберет? Он выберет экран, он выберет защиту от этого прямого света и, как бы, вас он вообще, как бы, не будет трогать. А если вы фотографируетесь и пальцем, как бы, на себе щелкнули, то он, возможно, выберет другой ракурс и поймет, что вам не нужен экран, а вам нужен человек. Вот пример фотографии, которую я выкладывала в воскресенье в чаты. То есть, смотрите, это не потому, что я свет включила, это фотографии, сделанные мной, как бы, только с разными ракурсами. То есть, первое, когда я сижу, и что-то мне приспичило, думаю, да, я выложу, что я сижу, работаю и пью wellness. И я прям сидя за компьютером, вот так взяла и фотографировала. Вы видите, ну, как бы, немножко наклонила экран телефон для того, чтобы зашел шейкин, да. Вот, и вы видите, что произошло. То есть, как бы, мало того, что я вам сама говорю, что бесполезно фотографировать компьютеры, так вот, телефон в этом случае выбрал компьютер и сделал мне вокруг этого компьютера ночь. То есть, как бы, он просто все, что рядом, да, будь то селфи ваше, будь то ребенок ваше, там, не важно, что, он все это исключит. Смотрите, что я сделала дальше. Это вот как бы, это вот первая фотография, примерно то, что сделала девушка, фотографируя меня с ребенком в ресторане. Почему я ее вот чуть не убила, потому что я говорю, девушка, а можете в сторону? Да и нормальные фотки, все хорошо видно, думаю, ну, это тебе нормально, потому что ты тупая, как бы. А мне я эти фотки, кстати, все удалила, да, то есть, как бы, а вот вторая фотография, смотрите, она сделана то же самое. Я свет не включала, это было два часа дня, эта фотография сделана. Я просто встала и сфотографировала, да, то есть, телефон держал, как я уже говорила, не так, а вот чуть выше для того, чтобы не было засветки, да. То есть, и посмотрите, тот же самый ракурс, как бы, но совершенно другая ситуация. С этим все понятно, да, то есть, когда мы делаем стелфи, используйте фокусировку, меняйте положение экрана, да. И вот это называется вот настройка экспозиции, когда мы пальчиком тыкаем и выбираем, на чем мы хотим сфокусироваться. Это еще очень понятно, и вот на таких вещах, в том же самом ресторане, когда я поняла, что нифига, как бы, меня нормально не сфоткали, думаю, все, я расстроилась, думаю, буду ребенка фоткать сама и буду фоткать еду свою. И вот когда мы говорим об экспозиции, да, то есть, о фокусе, то, посмотрите, один и тот же салат я сфотографировала, но, как бы, это была макросъемка, когда первый объект, и я нажала пальчиком на что? На салат, да, то есть, я хотела, чтобы вы увидели, что я кушаю перчик. И первый объект, он был не в редкости, но это понятно, что человек, как бы, выбрал такой ракурс, что первый объект, он немножко разнутый, и я выбираю, мне надо вот этот, да. То есть, это часто такие виды фотографий бывают. А второй, как бы, уже объект, он был сфотографирован, как бы, пальчиком я нажала на что? На петрушку. И в этом случае, как бы, была та же самая фотография, как бы, но она уже немножко другая, да, в зависимости от того, что вы хотите. Следующий момент, тоже очень важный, здесь тоже будет много примеров, это о правиле третей. То есть, посмотрите, пожалуйста, и я даже там, ну, как бы, чуть позже скажу, что, если возможно, на экране телефона включите себе сетку. Если вы начинающий еще, как бы, видеоблогер, да, как бы, фотоблогер, могилоград, вот, то попросите кого-нибудь, или сами по лайке накрыть телефон и сделайте так, чтобы у вас была вот эта сеточка. И когда мы, как бы, фотографируем, то мы должны понимать, что вот эти вот законы, там, 2-8, 3-8, да, что, как бы, когда мы ставим какой-то объект, когда мы фотографируем кого-то, то либо это должно быть, да, вот у нас пересечение, как бы, и центр, да, либо этот человек должен быть, или объект, который мы фотографируем, он должен быть в центре экрана, Либо он должен быть не вот так сфотографирован, да, вот сейчас вот по руке моей, вот как бы я хочу вот сфотографирование, то есть должен быть вот такой вот как бы застов, то есть объект должен быть, и после него еще должно продолжаться, продолжаться задник. Ну давайте, чтобы не быть голословным, мы сейчас это все, например, разберем. Вот с этим понятно, да, вот можете себе как бы эту сетку пометить как-то, если вы пишете, и вот смотрите, как могут быть размещены объекты, да, то есть как бы если мы фотографируем, например, какой-то там, не знаю, гель для душа, или вы даже в руку витаминки высыпали, да, то посмотрите, как они должны быть расположены. То есть либо вот если мы берем, хотим, чтобы побольше было панорамы, то мы размещаем объект вот здесь вот как бы и вокруг него, посмотрите, здесь чуть-чуть внизу есть земли, есть чуть-чуть бокового плана, есть чуть-чуть вверх, да, так как бы вот вокруг этого объекта не должно быть как бы, ну, прям сразу конца фотографии, да, то есть это некрасиво. Вот, да, вот смотрите, если это вот такая съемка, да, я сейчас покажу тоже примеры, как бы как это выглядит в Алиплеймовском варианте, да, то есть видите, что вот он есть сетка на экране мобильного телефона, и вы выбираете, чтобы человек у вас попадал вот как раз на вторую-треть сетке. И вот смотрите тоже, сфотографируй меня, пожалуйста, как бы, вот первая фотография, ну, человек старался, как бы, да, сфотографировал, как бы, без использования правил третических, как бы я не, ну, это не переделанное, да, то есть это была такая фотография. Ну, ладно, без руки, как бы, может, у меня рука там толстая, или сумка некрасивая, это по беде, вот, но это и совершенно меняет ракурс, согласитесь, какая фотография лучше, да, то есть эта фотография в корне меняется, вот что значит правило третей, да, вот, с этим понятно все, да, куда, куда вставлять объект, и как это все использовать. Еще примеры, да, вот он, пожалуйста, вам, там, летящий шарик, лицо человека, да, то есть оно тоже расположено, как бы, вот, если вы хотите, как бы, с фокус, вот, так, 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 сейчас я смотрю, что у меня еще тут, вот, следующий момент. Я очень призываю вас, сегодня про это тоже буду говорить, чтобы вы использовали живые фотографии, продумали немножко наперед, то есть, вот, допустим, я не просто сфотографировалась с объектом, я подошла, посмотрела, думаю, о, будет классный пост про то, что мне не хватает ни на что времени, да, потому что вы сейчас, когда пойдете на какие-то на наши мероприятия, да, там, как бы, будет еще намного мероприятия, то там будет очень много фото-зон, можно просто подходить, как бы, и тупо фотографироваться, да, можно это как-то с эмоциями, можно это делать как-то более интересно, да, чтобы это, ну, как бы, потом использовать каким-то смыслом фотографиям. Мне очень нравится Оксана, они всегда живые фотографии, у нее нет таких там, давайте сядем и сфоткаемся, да, то есть, как бы, они всегда в движении где-то там как-то вот так, вот, следующее, это правило композиции, да, то есть, если мы говорим, тоже делим экран, то должна быть какая-то экспозиция, то, что, ну, как бы, более-менее это видно, да, то есть, как бы, вот эти повторяющиеся узоры, или это вы, если панораму какую-то фотографируете, то есть, то же самое, как бы, обращайте внимание, чтобы они на фотографии распределяли более-менее равномерно, вот, если вы хотите сделать симметричную фотографию, и уж прям просто поставить, тогда, как бы, тоже обратите внимание, вот, молодежь, прям, от этого штырить, что, либо уже поверните телефон и сфоткайте, как бы, кота, да, чтобы это было понятно, что это прикол, либо держите ровно, как бы, соблюдайте все, потому что, вот, это заваленный, как бы, горизонт, заваленные фотографии, это, как бы, очень все, за это ругается, да, вот, сразу скажу о размерах фотографии, о вариантах, которые у вас есть на телефоне, если вы выберете, и у вас проблемы, как бы, с, вот, этой фокусировкой и распределением объектов, но вы работаете в Инстаграм, выберите в настройках телефона один на один, ну, как бы, сейчас, в принципе, можно не только квадратные в Инстаграм фотографии размещать, можно любые, вот, но, тем не менее, особенно, если это касается использования вот этих стикеров, да, то в Инстаграм, как бы, гораздо красивее, если фотка квадратная и стикер читаемый, чем вы сделаете вот такую длинную фотку, сделаете сбоку стикер, вот, да, и, как бы, когда ты открываешь Инстаграм, что она хотела этим сказать, то есть, как бы, не видно ни стикера, ни фотки и так далее, поэтому, если что, как бы, выбирайте один на один, если вы пока не дружите, как бы, с распределением людей и объектов на фотографии. Очень не хочу для вас, как бы, да, то есть, есть обычные фото, есть один на один, фото это будет вот такое длинное, есть еще панорамная съемка, я для себя открыла панорамную съемку, меня научили ей пользоваться, да, это когда вы помещаете тоже телефон вот таким вот образом, нажимаете, как бы, на панорамную съемку и дальше очень-очень медленно ведете вот так вот телефон, как бы, по тем объектам, которые должны быть, и потом выключаете, то есть вы включили, нажали, да, вот, вот так вот сделали панораму и выключили, да, и вот это вот все, что вы провели, как бы, у вас попадает. То есть, это вот панорамная съемка, которая была сделана мною на Кипре, да, на золотой конфиденции, мой опыт, я вам хочу сказать, что это был, наверное, как бы, чуть ли не 25-й вариант, да, то есть 25-й вариант этого панорама, потому что панорама не любит тоже света, панорама не любит рисущихся рук, то есть стоит вам чуть-чуть тряхануть руками, и все, она сразу подъезжает, но панорамой хорошо фотографировать тоже продукцию выставленную, которая вся не вмещается, да, для панорамной съемки очень подходит, вы потом можете ее вставлять себе в ютубе, в фейсбуке, в шапке, да, вот, и, как бы, надо обращать тоже на это внимание, может быть, кому пригодится. А, как бы, по выбору фона тоже скажу, люди действительно, Лена права, как бы, не видят, они видят первый объект, как бы, все, что за ним, сфотографируй у меня, как бы, иногда видят там люди, которые мешаются, ну, вот, вы знаете, люди, которые мешаются, они еще не так мешают, как бывает, что человек просто не понимает, что, как бы, ну, такую фотографию никуда не выложишь, да, сфотографируй меня, пожалуйста, успешную бизнес-леди, но я, вот, вы знаете, как бы мне стыдно не было, но, тем не менее, я эту фотографию специально сделала, потому что, когда начали действительно фотографировать, мало того, что, смотрите, здесь, как бы, сразу несколько ошибок, обратите внимание, что первая фотография была сделана жирным телефоном, ну, то есть, как бы, я, когда взяла все, я вижу жирный телефон, то есть, она не в резкости, и, мама дорогая, как бы, давайте я сфоткаю успешного лидера, у которого такое там творится на заднем фоне, как бы, что лучше бы ты не показывала, сколько у тебя цветов и всего остального там, да, вот, то есть, какие-то банки стоят, какой-то там обувь какая-то валяется, что-то там висит, какая-то ободранный какой-то там еще что-то, да, ну, то есть, вы понимаете, что, как бы, это ужасные фотографии, да, то есть, и, пожалуйста, это тоже используйте, лучше протереть экран, сделать еще раз, чтобы никакие ненужные объекты не попадали, да, то есть, как бы, это уже как за кадром, да, банки вот эти вот, как бы, трехлитровые, как бы, в которых это все стоит, ну, в общем, тоже обратите внимание, как бы, еще маленький секрет, это правило хорошего стелфи, мы уже немножко про это сказали, что и ракурс, и фон, и использовать эти палки, и всякие, про это мы тоже, как бы, пару слов сейчас скажу, вот, но самое главное, это, конечно же, вот эта вот фокусировка, как вы сейчас поняли, вот, и хорошие ракурсы, да, которые для стелфи, полезные аксессуары сейчас на самом деле много, если вы действительно собираетесь, как бы, вплотную работать с каналом YouTube, если вы хотите вплотную фотографировать, как бы, и развивать себя вот в этом направлении, да, вся жизнь впереди, то кроме палки есть еще вот такие вот всякие магнитные держатели, которые можно, как бы, куда-то в сторону там сделать, есть специальные штативы, да, и где вы можете зафиксировать этот фотоаппарат, да, я думаю, господи, Настя так сняла ролик, хорошо, думаю, интересно, как она, бедная, мастрячила этот телефон, потому что видно, что, как бы, он очень качественно снят ролик, да, по обзору продукции, что он не трясется, явно, что не ребенок снимал там ее, да, вот, и, как бы, ну, как-то вот всегда проблемы, то есть, знаете, что это есть, как бы, а, палка в диван маскнула, классно, ну, отлично, вот, значит, что есть еще, сейчас очень, как бы, когда будете ездить куда-то, есть вот такие вот водонепроницаемые чехлы, это тоже работает, вот, что я для себя приготовила вам показать, да, это подзарядки для телефонов, вот, я знаю, что мы завтра поедем, как бы, и очень многие часа через полтора скажут, что, ой, все, у меня телефон разрядился, ребят, для этого, как бы, мы выбираем специальные подзарядки, выбираются они по принципу, сколько они весят, и вот, смотрите, начинала я с того, что у меня был подзарядник на 3000, да, как бы, чего-то там, аркера или чего, вот, и я такая его купила, я думаю, ой, такая крутая, все, как бы, я теперь буду, вы знаете, это выглядело так, что я приезжаю на конференцию, конференция идет с 8 утра до 11 вечера, да, там, вот, как бы, с 8 до, там, часа 2 первые я снимаю просто на телефон, еще 2 часа я снимаю с помощью подзарядника, и потом весь день у меня все равно телефона нет, потому что подзарядника только вот, как бы, такого маленького, я же сэкономила, мне же жалко видеть на хороший подзарядник, вот, как бы, его хватает тоже на 2 часа, и поэтому последний подзарядник, который у меня есть, он на 24 тысячи вот этих вот ампер, на 24 тысячи, его хватает, по-моему, на 6 полных зарядов телефона, да, вот, как бы, его мне хватает на день съемки, вот это я понимаю, штука, как бы, хорошая, всем рекомендую минимум 15 этих ампер себе покупать, вот, да, как бы, ну, тоже не забыть зарядить. Как бы, отдельно скажу о своей мечте, да, как бы, о нашей мечте с Денисом, то, что нам хотим отдельный свет покупать, да, как бы, для того, чтобы действительно освещение было хорошее, но со светом в любом случае играйте, потому что сейчас будете вебинар проводить, это прямо вот отдельная тема. Не направляйте лучи в лицо, лучше все рассеивайте, я повторяю. Следующее, что нужно сделать, это скачать себе приложение Google Photo и настроить там автосохранение, то есть это для того, чтобы не зацарялась память телефона, а также, если вы не хотите, как бы, играться в Google Photo, это, в принципе, очень хорошая вещь, как бы, знаете, у меня там уже лет 5 я снимаю, там хоть 15 гигабайт дают, но в любом случае это очень удобно. Если не хотите автосохранения, то можно сохранение при Wi-Fi, то есть вы нафоткали, пришли домой, включили вот этого автопомощника, он вам перекинул все в Google, и у меня эти фотографии 5-летней давности в Google, да, и вот я там уже ребенку хочу сделать какой-то, вот как ты там был в этом, в училище, там, да, в школе, рост, то я захожу на Google, у меня там все лежит, даже 5-летней давности. Это очень удобно, когда вы в Google сохраняете все. И еще сейчас смотрите, как бы, есть вот такие аксессуары, буквально вчера ребенок заказывал через интернет, как бы, у него Google забился уже, он говорит, я куплю лучше себе такую флешку, да, вот, то есть она тоже недорогая, специально, как бы, для айфона, я знаю, что такие флешки есть для любых этих, то есть это, как бы, штука, которая, ну, как бы, вставляется, типа флешки, но флешки с обходом в разъем телефона, да, как бы специально, с этим реально была проблема у айфонов, потому что вы купили телефон, тоже сэкономили, взяли память, там, ребенок спрашивает, мама, тебе какой-то телефон нужен? Ой, да мне только звонить, мне больше ничего не надо. А, как бы, и мама такая дорвалась, послушала про мобилы графики, давайте, как бы, вот, там, бум-пум-пум-пум-пум-пум, нафотографировала, да, там, хоть всего. Вот, вот, и потом, как бы, не знает, куда это все деть, да, потому что памяти 16 гигабайт или 32, вы знаете о том, что сейчас, как бы, выходит айфон 8, и на нем будет памяти 256 мегабайт, то есть ваши 16, да, и 256, которые есть на современных телефонах. Почему? Камеры на телефонах стали очень хорошие, фотографии стали тяжелые, вы сфотографировали 2-3, и у вас телефон уже забился, поэтому, если будете покупать новый телефон, не экономьте на памяти, вот, если уже, как бы, вам купили, и у вас все равно память маленькая, и, как бы, все хреново, как бы, то, пожалуйста, либо Google Photo, скачайте приложение, настройте автонастройку, либо покупайте такие вот флеш-плееры, да, вот, еще пару приложений вам в догонку, тоже, как бы, как себя приучить, как настроить, вот, вдруг кому-то интересно, особенно у кого маленькие дети, у кого дети в школу пошли, там, да, и так далее, то есть это будет здорово, есть такие два приложения, которые называются, первое приложение Photo 365, а второе, запишите, как бы, я здесь не пометила, одна секунда, one second, вот, или одна секунд, или просто one second, то есть это специальное приложение, которое в виде календаря, и заставляет вас снимать односекундное видео, односекундное видео, там, одна-две секунды, и когда вы, как бы, каждый день по одной секунде фоткаете, он специально обрабатывает, сохраняет это все в своей виртуальной памяти, и в конце года он вам выдает шестиминутный фильм о вашей жизни, как бы, о ваших лучших моментах, о том, как рос ваш ребенок. Это здорово, когда, действительно, вы, как-то, там, допустим, начали пользоваться на ВЭЧ, да, то есть, как бы, раз тебя сфоткали, уже правильно, со светом, со всеми делами, два сфоткает, третий день, одну секунду, четвертый день, одну секунду, и вы увидите, и потом, кто этим займется, то это будет вообще бомбовые штуки, как бы, да, по преображению 12-й день на ВЭЧ, по преображению 12-й день ВЭЛМОС. То есть, во-первых, это приложение, оно вам будет напоминать, вот, лучше односекундное видео, да, оно будет напоминать, как бы, ты не добыл сфоткать, и вы можете, как бы, ай, давай сфоткай, ой, что-то мне не отминается, удалю, как бы, я сегодня вот это выложу, да, то есть, как бы, и вы набираете, как вы худеете, как вы хорошеете, как вы преображаетесь, как растет ваш ребенок. Ну, и еще несколько приложений, буквально, да, это приложение для обработки фотографий. Вот это приложение, которым пользуется сейчас, как бы, 90% алифлеймщиков, да, вот, и оно действительно, как бы, классное. Там очень много этих фоторедакторов, да, то есть, как бы, используйте, пожалуйста, вот эти вот фильтры, фильтры, драма, да, HDR, грей-фото, винтажное фото, там, нуар-фото. То есть, выставляйте, не бойтесь, как бы, экспериментировать с фотографиями. И еще одно приложение, которое очень нравится, это Пик Арт, Пик Арт, Пик Арт. Вот, вот, и там можно сделать ваши любимые коллажи. Если делаете коллажи, да, то, пожалуйста, не выставляйте их в Инстаграм, выставляйте их там ВКонтакте, в, там, куда угодно, только в Инстаграм уже коллажи не модны. Еще одно приложение, как бы, Никита сказал, что оно очень хорошее, как бы, называется оно Over, да, то есть, тоже обратите внимание. Что еще у меня стоит на телефоне, как бы, то, что не все знают, оно не имеет отношения к фотографии, но оно имеет отношения к бизнесу. Вот, поэтому, как бы, знаете о том, что такое это есть, да, то есть, это есть сканер, это есть бесплатная версия, есть платная версия. Если вы, вам, ну, по мере надобности, нужно сфотографировать, может быть, какие-то, там, я не знаю, свои распечатки, да, например, то, что рукописное, какие-то записи из тетради, да, из старых вы хотите там перефотографировать все. Вот, то есть, используйте лучше не просто фотографии документа, а именно сканер. Это очень удобно, раньше бегала, искала, где отсканировать, да, там, что-то послать в банк, или отсканировать, куда-то послать какие-то фотографии, ксерокопии паспорта, или еще что-то такое. Вот, это очень удобное приложение, оно само настраивает, как бы, и формат А4, и само преображает, там тоже можно поиграть с фильтрами поярче, поменьше, вот, и, как бы, это очень-очень удобно. Вот, ну, и, наверное, еще одно приложение, тоже сказали, что оно, как бы, хорошее, да, это камера плюс. Оно не только фотографии, оно и видео там обрабатывает, тоже очень много настроек. В общем, из всех выберите то, которое вам будет более полезно и более нужно, и используйте. Ну, и напоследок, напоследок, несколько правил, и несколько вам наставлений. Переди выходные, впереди лето, впереди ваши растущие дети, впереди много покупок, да, и, я имею в виду, ваших, там, не знаю, и машин, и каких-то, там, новых платьев к банкету, не знаю, и просто даже продукции. Научитесь фотографировать это все интересно и с душой. Смотрите, не стойте на месте, делайте фотографии с разных точек, как бы, вот снимайте от бетер, да, то есть, как бы, вниз опускайте, наклоняйте в аппараты, аффиксируйте, заставьте человека, как бы, заставьте человека, ну, как бы, подвигаться, да, и, как бы, развеселите его как-то. Снимайте макросъемку, сейчас очень хорошие фотографии сделают наши телефоны. Не делайте зумом, а, как бы, приближайте и фотографируйте какие-то мельчайшие моменты. Заваливайте горизонт, это лучше, чем ровный, который кривой, как бы, да, лучше сразу сделайте заваренный. Вот, пользуйтесь, вот этим вот сюжетными, ежедневными фотографиями, да, как бы, из 6-1 секундными видосами. Вот, делайте снимки с уровня собачьих глаз. Помните, вот я сегодня показываю, как я на коленках. Вы знаете, на самом деле, я очень много делала, вот, люблю фотографировать. Если вы мой инстаграмм пролистаете в ней, да, то вы увидите, там есть такие фотографии с конференции, которые у меня Витя Реплейм воровал. И потом, как бы, Наташа, можно мы там фотки порой, можно мы там сфотку сваруем. Почему? Потому что я просто ставила какие-то объекты, да, то есть, как бы, я не просто, ой, наш отель. Я чуть ли не ложилась, это действительно, либо на пляже, там, либо прямо на асфальте, как бы, выходила в тренировочных костюмах, ложилась, сфотографировала, ставила что-то, да, то есть, вы помните, как мы с девчонками были в Москва-Тите, что мы там делали? Мы пакеты расстилали и в красивых деловых костюмах ложились на асфальт, чтобы сфотографировать, красивые фотографии сделать, да, вот, поэтому, ну, как бы, это действительно лучше, да, вот, кадрируйте фотографии, меняйте, и вот маленькие вам, ну, как бы, тоже вот варианты, да, просто мы могли встать, просто посмотрите, да, какие красивые, интересные просто фотографии, на которых хочется останавливаться. Можно просто встать, а можно живая фотография, и человек один смеется, второй что-то рассказывает, как бы, и горизонт завален, ну, классная фотка, согласитесь. Фотка, в которых отражается фотка, это тоже сейчас очень модно, и, Настя, у нас, как всегда, в тренде, да, то есть, смотрите, как бы, мало того, что, как бы, это макросъемка, и все это расположено правильно, да, тут, как бы, есть бока, там все это, вот, идеальная фотка, и плюс еще вот это зеркальное варианты, это тоже сейчас очень модно. Посмотрите еще два варианта, как бы, вот, это варианты, как бы, которые будут завтра на Меге у нас, у всех там, да, давайте встанем, как бы, кому-нибудь ноги обрежем, кому-то руку обрежем, кому-то голову обрежем, или это будут живые фотки, а здесь, может, туда, давайте наклонимся, давайте это, толкнуть кого-то, и вот такие фотки живые, они будут приносить гораздо больше радости, чем, как бы, просто как постаменты, да, вот, и без всякого удовольствия. Ну, и я желаю вам, как бы, удивлений, я желаю вам хороших фотографий, я хочу, чтобы вы действительно, ну, вели свой Инстаграм, чтобы он был очень-очень интересный, да, и чтобы у вас были живые фотографии, не бойтесь себя выставлять, не бойтесь надо мной над тобой смеяться, это гораздо лучше, чем вы будете какие-то открытки дурацкие, как бы, выкладывать, которые никому не нужны, да, из одноклассников, вот, и сейчас я в конце включу вам маленький ролик, он одну секунду длится, да, всем спасибо за то, что вы...